В Черкассах адвокаты, которые отнимали жилье у должников, перешли от юридических махинаций к банальному шантажу. Подробности уже дважды рассказывали о деятельности этих юристов. И вот накануне одна из героинь наших сюжетов письменно отказалась от своих комментариев, прозвучавших в материале. Почему? Станислав Кугорчук расскажет. Третий этаж. Этот уютный дворик в центре Черкасс уже месяц снится Татьяне в кошмарных снах. В июне ее онкобольная мама решила купить здесь квартиру на деньги, вырученные от продажи единственного жилья. Оформляя сделку и продавец, и нотариус уверяли женщину с недвижимостью никаких проблем. После подписания договора оказалось, на квартиру наложен запрет регистрации права собственности. Когда мы обратились к людям с вопросом о том, что давайте как-то либо переоформим сделку, либо вы нам верните деньги за квартиру, нам отказали в этом. И мы вынуждены были идти в органы, жаловаться. Квартиру как представители владельца продавали два известных в городе юриста. Адвокаты Борис Щербатюк и Сергей Гартингер. Не так давно один из них собственноручно выселил из нее пожилую семейную пару, которая до сих пор судится за жилье. После сюжета в подробностях в начале августа и заявления Татьяны в полицию, адвокаты все же решили вернуть деньги, правда с условием. Вот фрагмент аудиозаписи тех переговоров. Я все исправлю, только дайте мне деньги, чтобы я могла купить деньги. У меня вещи в пяти квартирах. Я так чувствую, что за такие ваши тысячи вы заложите себе без денег. Татьяна рассказывает, ее маму заставляли письменно признать, что все сказанное в сюжете и подробностям клевета и сообщалось под давлением третьих лиц. После пятичасового прессинга адвокатов женщина подписала, правда, более мягкий вариант. Ну, сама оклеветала юристов. Две тысячи нам не отдали. Девятьсот долларов обещали вернуть в случае, если мы заберем все документы, ну, свои скарги до полиции. Адвокат Гаркингер уже дважды становился героем сюжетов подробностей. Юристу 82-летнюю бабушку из квартиры выселяет, то маму с маленьким ребенком. С помощью молодчиков выживает из дома. Активист Александр Галкин за его деятельностью следит больше года. Говорит, иного от адвоката семье Татьяны не стоило и ждать. Они были поставлены перед фактом. Если не хотят получить деньги, должны подписать заявление. Не подпишут заявление, не получат денег. Человек ставится перед фактом. Это офис нотариуса, у которой проходили переговоры, которая оформляла тот злополучный договор купли-продажи квартиры. Хотим узнать, умышленно или случайно она не заметила, что квартира проблемная. Визита журналистов женщина явно не ждала. И по телефону пыталась выяснить, в облуправлении юстиции, с чем он связан. Алло, Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, моя эпопея продолжается. Сейчас до меня уже пришел телеканал Интер. Вы в управлении юстиции уже все вырешили? Заяву никто на вас не забрал в управлении юстиции? Не надо забирать. Комментировать что-либо нотариус отказалась. Общаться в присутствии камеры не захотел еще один фигурант скандального дела, партнер Гартингера, Борис Чербатюк. Именно он подписывал договор купли-продажи и получал деньги. Мол, говорить тут не о чем. Договор был разорван. И стороны подали один одному заяву про отсутствие претензий. Поэтому этих документов вам достаточно для того, чтобы сделать выставки. Но похоже, что выводы будут делать уже в полиции. Татьяна и ее мама подали заявление, в котором указали. Подписывали документы об отсутствии претензий под давлением и адвокатов, и нотариуса. По данному факту правоохранители намерены открыть уголовное производство. Оно будет уже четвертым, где фигурирует имя Сергея Гартингера. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы.